Вот мы одним движением с вами зафиксировали сразу два сосочка. Да, я делала тогда с дистального к середине и потом с медиального к середине. Как бы центральный вот этот получается два раза захватывается. Ну, центральный сосочек между ними. Да, пожалуйста, то есть, ну вот как-то... Да, он так и называется, поэтому двойной обвивной кисетный шов. А кисетный, потому что это петля, в какой-то литературе петля видна еще описана. Теперь мы должны зафиксировать под надкостичным швом. Так видно, да? Самая пекальная точка разреза. Проходим через надкостницу. Ну, все знают, что это очень тяжелый шов, он такой требует усилия. То есть, его никто ни с чем не перепутает никогда. Было даже видно, с каким усилием у меня сейчас заходила игла. Вот он сразу прижимает. И дальше швы мы накладываем сугубо меж петля. Тем более, что у нас большая часть лоскута, она в принципе расщеплена. Я шью неприятный швы, я не знаю, что это очень тяжелый швы, я не знаю, что это очень тяжелый швы. Я шью непрерывно, просто так быстрее. Ну, не знаю, у меня ничего не расходится, вертикальные эти швы, они хорошо зафиксированы. Я шью непрерывно. Вы много применяете методик? Да. Швов, швов, по-моему, там носка, ну, да? Я шью, вот, ну, швов, наверное, 7-8, который стандартный для меня, для моей работы. И особенно не требуется больше ничего. Там еще очень много авторов, там еще какой-то Щербаков, еще есть они в иностранной литературе. То есть, вот это одна из методик, да, он называется непрерывно обмёточный. Обмёточный. Обвивной он, когда кого-то обвивает. Он, когда вот фиксируете, видите, у меня получается, я не знаю, если что-то видно. Что-то такой краевый. Да, да, он так называется обмёточный швов. Как у кого-то? Я имплантации так шью. Это удобно, быстро. Я делаю, если есть какое-то костно-пластическое мероприятие, прижимающее П-образное, сваджу лоскутую, а потом просто сшиваю вот так. Ну, соответственно, то же самое мы выполняем с другой стороны. Мы будем заканчивать или мы будем двигаться дальше? Ну, всем, да, я тоже думаю, что все будут взрослые, грамотные очень. Ну, мы ненадолго, на самом деле, убрали нашу модель, потому что сейчас мы поговорим о заборе аутотрансплантата. Покажите мне, пожалуйста, из присутствующей здесь аудитории, кто работает с аутотрансплантатами. Ну, почти все. Тогда разговор мы, в общем-то, пройдемся по теории, да, какие они бывают, какие мы применяем, и на сегодняшний момент предпочтения, какие отдаются каким-то трансплантантам. Бывают они субапитериальные, полнослойные и депитализированные. И недоэпитализированные это, то, что когда-то называлось свободным десневым классическим трансплантатом, который применяется при двухэтапных методиках. Значит, свободный десневой трансплантат классически недоэпитализированный, применяется для двухэтапных методик, для вестибулопластик и самостоятельного устранения рецессии первого и второго класса по миллеру при пластике уздечки. Очень это актуально при работе на нижней челюстью. Он, в общем-то, работает как двухэтапный метод, но чаще всего он дает настолько хороший в такой ситуации, в первом и втором классе результат, что никакого второго этапа просто не требуется. То есть, абсолютно полное закрытие, чаще всего вообще стопроцентное закрытие рецессии в этой зоне происходит. Особенности его фиксации. Чем вызваны особенности эти? Почему мы должны избегать каких-то нюансов? Почему есть какие-то условия? Значит, свободный десневой трансплантат напрямую контактирует с ротовой полостью. С жертовой жидкостью. Значит, он подвержен всем негативным влияниям, которые возможны в полости рта. Он не перекрыт слизистым надкостичным лоскутом. Никаким. Его питание только от принимающего ложа, диффузное за счет создания коллатеральной анастомоза. Из-за диффундирования до кровотока, туда-обратно. Поэтому он должен быть максимально плотно прижат к принимающему ложу. Это то, о чем я хотела сказать. Мы должны избегать наличия, это называется, мертвые пространства. Там, где у вас есть зазор между десневым трансплантатом и принимающим ложем, это называется мертвое пространство. Его не должно быть. Иначе в этой зоне будет некроз, там будет нарушено питание. Может, конечно, не будет, но это большой риск. Второе. Не старайтесь его пришить как заплатку. Не надо его пошивать оверлоком никаким, да, там и так далее. Непрерывными швами. Достаточно его зафиксировать с двух сторон. И очень хорошо работает в данном случае крестообразный прижимающий шов в области трансплантата такого десневого, свободного. Потому что он, во-первых, его не травмирует, но плотно прижимает. И мы решаем две проблемы. Мы не колем трансплантат, не нарушаем трофику ткани и убираем мертвые пространства под ним. Значит, и свободный десневой трансплантат. Когда мы его вообще первично начинали использовать, то, по сути, это были заплатки. Они так и выглядели. Есть куча фотографий во всех книжках известных и неизвестных. Это были заплатки, они выглядели как белый конгломерат. Не оба, по сути, да, такой возвышающийся на собственный слизистый. Это связано с тем, что мы не адаптировали к принимающему лужу края свободного десневого трансплантата. На сегодняшний день есть методика, которая нам позволяет выполнить лучшую адаптацию. В этом случае принимающая лужа под углом 120 градусов депитализируется в области подсадки этого свободного десневого трансплантата. А свободный десневой трансплантат, наоборот, истончается по краю, вот совсем буквально, это миллиметр-полтора, да, для того, чтобы он идеально в стык заходил в углубления, созданные вами при депитализации, и как бы контактировал, вот как мы сопоставляли свободные вот эти сосочки анатомические с хирургическим. И здесь вот такой же принцип идеального сопоставления принимающего лужа и самого трансплантата. По сути, это нюансы работы с ним, все остальное это чисто механические, технические навыки, которые вы можете получить. То есть вы его забрали и пришили, вы должны знать каждый из трансплантатов, куда вы должны применять и использовать. Иногда у вас нету такого выбора, потому что бывает, что нету бугра, есть, например, восьмые зубы, да, их никуда не деть. Или нету фактически, да, фараман-майер-полотенали, или мейнер-полотенали, расстояние 3 миллиметра, вы там тоже ничего не можете взять, и вы идете каким-то другим путем решать эту проблему.